добро пожаловать на канал hard reset info это устройство sony xperia one и сейчас я расскажу вам о некоторых фишках этого устройства вообще зачем его покупать кто его должен покупать и нужен ли он вообще кому-то сразу говорю телефон достаточно дорог телефон достаточно мощный телефон достаточно быстрый у телефона достаточно хорошая камера телефон достаточно интересный можно так сказать правда сказать мне кажется что он на любителя он длинный и хоть в начале кажется что это минус но на самом деле это плюс потому что ну правда сказать мне хочется им пользоваться вот я не знаю почему есть у него какая-то такая притягательность не учитывая то что у него кнопка разблокировки находится здесь внизу gee то есть ну как-то хотелось бы сюда нажать чтобы разблокировать телефон те нужно пальцем тянуться сюда вниз для того чтобы заблокировать но ты уже и к этому привыкаешь ты понимаешь как тебе приблизительно нужно держать телефон то есть и понимаешь teve мизинец нужно держать под торцом чтобы нажимать на кнопку питания то есть телефон ты должен держать вот так и в этом ты как бы ощущаешь продуманность, и это нельзя назвать чем-то плохим, то есть это на самом деле становится удобным для тебя. Управление гугловское, то есть переходы между приложениями тоже вещь достаточно удобная, и к ней тоже привыкаешь буквально через несколько часов использования устройством. И остались у меня невероятно противоречивые впечатления об этом устройстве. Ну, во-первых, это телефон для людей обеспеченных. Давайте загуглим, сколько он стоит прямо сейчас. Давай, Xperia One. Sony Xperia One. Он стоит... Так, это не та цена. Это не та цена. Вот. Sony Xperia One обычно, вот это вот, стоит 4 тысячи злотых, я просто в Польше нахожусь. Это... Блин, во сколько нужно умножать? Ну, давайте... Давайте введем злотый к рублю. Ну, ребят, ну это нереально. То есть 3 500, да, это 60 тысяч рублей. Возможно, в России он будет дороже или дешевле, конечно, точно не знаю. Ну, в общем-то, ребят, этот телефон невероятно дорогой. Мне так кажется. Для него... Почему? Ну, потому что экран здесь самый обычный. Он здесь не какой-то супер-супер-классный. Кроме того, он не яркий. Да, но камера здесь хорошая. То есть он видео снимает хорошо. Фотографирует средние, но снимает видео хорошо. Они сюда закачали примочку такую, типа Cinema Pro, чтобы ты почувствовал себя настоящим, не знаю, режиссером, настоящим просто видеосъемщиком, настоящим оператором. Но на самом деле это просто примочка для того, чтобы человек, который покупает себе этот телефон, думал, что йоу, это может быть моим инструментом. Но нет, инструментом этого не будет. Возможно, не будет, но ты на любой другой телефон можешь скачать фильмик Pro и пользоваться спокойно фильмиком Pro. Просто купить его нужно, да и все. То есть нет никаких причин переходить именно на этот телефон. Мне так кажется, если ты действительно не любишь Sony. Потому что у Sony есть своя атмосфера, у Sony есть своя... У них есть своя база потребителей, своя база покупателей. Sony это вообще компания, которая гнет свою линию. Вот смотрите, кто кроме них делает такие длинные смартфоны? Да никто, они их уже делают столько лет и продолжают делать. Кто кроме них делает кнопку здесь, кнопку блокировки? Только Sony. Они их делают уже столько времени, да. То есть у них есть из-за этого проблемы с продажами, но они все равно идут и гнут свою линию. У них здесь есть кнопка запуска камеры. Вообще фишка бесполезная на первый взгляд. Ну то есть думаешь, ты что, на других телефонах можно два раза нажать на кнопку питания, и у тебя открывается камера. Но здесь нет, здесь есть отдельная кнопка, выделенная под камеру. То есть нижнюю кнопку, если ты нажимаешь и удерживаешь, то у тебя открывается камера. Но это не так-то уж удобно, разве что ты берешь вот так вот, нажимаешь, придерживаешь, и у тебя открывается камера. Из-за этого, да, у тебя действительно создается впечатление, что у тебя какой-то профессиональный аппарат в руках, но он и недостаточно мощный как бы, и камера здесь вроде бы отличная, но если посмотреть на конкурентов за те же деньги, Huawei, Samsung, ну Samsung ладно, Huawei, iPhone практически за те же деньги нужно немножко доплатить, да, ты получишь лучшее качество и фото, и видеосъемки. И вот, ну не понимаешь, зачем он в принципе нужен. Но фишки у этого устройства есть, безусловно. Наверное, самая удобная вещь у этого устройства, как для человека, который, наверное, занимается фотографией, видеозаписями, у него очень легко извлекается лоток, точнее не лоток, это называется, а слот для карты памяти, сим-карты. Он здесь специально выполнен вот таким вот подвижным, для того, чтобы не сломался никакой механический элемент. Эта продуманность, она порой действительно у Sony поражает, потому что, ну только они, наверное, могли додуматься до такой удобной функции просто обычного лотка для сим-карты. Да, то есть это как бы профессионально, это говорит о профессиональности и, как говорят поляки, незаводности устройства. Ну то есть, что незаводный, это типа, короче, он крутой и будет служить очень много. Вот, и на самом деле, я скажу, что в Европе телефоны Sony любят. Их покупают немногие люди, но их действительно любят. Почему? Потому что это стабильный телефон. Ну да, вот посмотрите на вот эту вот лагучую открывающуюся панель. Кстати, сейчас не залагало, как назло. Вот все разы перед тем, как записывать видео, я ее открывал, она просто дико подлагивала, когда я ее открывал. Сейчас работает все плавно. Ну хорошо, даже если так. Тут он, интерфейс, возможно, иногда подлагивает, но это телефон Sony. Здесь хорошая комплектующая. Здесь стоит, посмотрите-ка, быстрая память. Чтобы вы понимали, память здесь по скорости стоит, как в игровых смартфонах Asus ROG. То есть, это действительно быстрый, хороший телефон. Здесь всего просто достаточно, если смотреть на цену. Если не смотреть на цену, а просто брать и пользоваться, так слушай, вообще замечательно. Просто берешь, ложишь его в карман, хороший классный телефон. Но давайте все-таки поговорим о системных фишках, потому что это мы разобрали. Но давайте поговорим о системных фишках. То есть, здесь, что у нас есть интересного? Первая вещь, которая мне действительно понравилась. Здесь выведен отдельный пункт меню. Называется приложение и уведомление. Такой фишки не видел, наверное, ни у кого. Очень удобно. То есть, ты сразу берешь приложение и сразу регулируешь его уведомления. Видишь хранилище и кэш. То есть, да, обычно тебе нужно спускаться там куда-то вниз, открывать под пункт приложения и там что-то искать, клацать, заходить в каждое приложение по отдельности. Здесь все удобно, выведено сразу на места. Открываешь пункт батарея. Здесь есть очень такой прикольный пункт, называется уход за батареей, который обязательно нужно включить. То есть, включаете на авто, если не хотите запариваться. Если хотите запариться, можете включить какое-то время. Короче, в чем фишка? Фишка в том, что когда вы можете включить свое время, когда телефон ставите на зарядку. Да, то есть, например, вы знаете, что у вас телефон стоит на зарядке от 22 часов вечера до 7 часов утра. Вот, вписываете это время, и он будет понимать, что телефон будет сидеть на зарядке целых, сколько там, от 22 до 7, 7, 8, 9 часов. О, целых 9 часов будет телефон стоять на зарядке. И он понимает, что это вредно для него, да, то есть, для аккумулятора вредно так долго стоять. Поэтому он на протяжении всех 9 часов будет заряжаться очень медленно. Да, то есть, он растянет этот заряд, для того, чтобы не разряжаться много раз и израсходовать свои бесценные циклы аккумулятора, циклы заряда аккумулятора. А для того, чтобы просто взять и зарядиться одним махом, скажем так. Есть также такая вещь, как Adaptive Battery. Это, чтобы продлить время работы от батареи, функция Adaptive Battery ограничивает фоновые процессы редко используемых приложений. Эта вещь тоже хорошая. Это, есть некоторые фоновые процессы, такие, как, я не знаю, Viber, если вы, не дай бог, им пользуетесь. То есть, возможно, что еще? Что еще очень жестко? Facebook какой-то, которым тоже мало кто пользуется, наверное. Но в фоне он невероятно много жрет и трафика интернет, и просто ресурсов телефона. Зачем? Людям, наверное, неизвестно. Потому что, если приходит сообщение, оно приходит нормально, но кроме этого, все время, если даже телефон обрезает фоновые процессы, Facebook работает нормально. Но зато он и не жрет батарею, и не жрет трафика. Поэтому обрезайте с помощью Adaptive Battery Facebook и другие такие паразитирующие приложения, чтобы они на вас не майнили еще свою крипту. Вот. Вы можете посмотреть, тут тоже полезную информацию, но мы сейчас не об этом. Экран. Давайте перейдем сюда. Здесь у нас есть такая фишка, как параметры качества изображения. Так вот, здесь есть такая вещь, которая называется режим создателя. Советую вам ее включить. Короче, ваш телефон, если что, оснащен очень качественным дисплеем. И если вы включаете режим создателя, тогда когда вы смотрите какой-то фильм на телефоне, желательно, чтобы не через YouTube, через сайт хотя бы какой-то, ваш телефон определяет автоматически, что это фильм, и он красит вашу картинку настолько красиво, чтобы она выглядела прямо, как будто вы в кинотеатре. А соотношение сторон 12 к 9, оно очень удобно, очень-очень удобно ложиться на фильм, и вы просто без черных полос в полном экране смотрите фильм. На самом деле, это очень удобно, поверьте мне. На этом телефоне только бы фильмы и смотреть. Есть еще одна фишка, о которой я бы хотел действительно рассказать. Это, по-моему, она тоже была в батарее. Да, режим стамина. Это хороший, скажем так, менеджер аккумулятора. Ну, во-первых, у нас есть такая штука, типа, желаемое время работы аккумулятора, полезная штука, произведительность устройства при повседневном использовании ограничена. Да, вызовы через интернет и потоковая передача. Короче, нажимаете оптимальный заряд, оптимальная экономия заряда, это отличный, отличный режим. То есть, если вы включаете его, значит, у вас все работает хорошо, быстро, но аккумулятор немножечко экономит свой заряд, скажем так. Если мы сейчас включим режим стамина, у нас экран станет, скажем так, темным, дисплей потемнеет, и мы сможем, конечно же, яркость экрана тоже снижается, и потребитель, самое главное, яркость экрана может снизить каждый телефон, а этот процессор, этот телефон умеет управлять напряжением процессора, и он снижает частоту процессора, поэтому вот в режиме стамина вы в игрушки не поиграете, без лаговника. Он снижает частоту процессора до такой степени, что он тянет гораздо меньше электроэнергии с вашего аккумулятора, и за счет этого он живет гораздо дольше. Вот, в принципе, и все, что я из фишек на этом телефоне нашел для того, чтобы рассказать. Как бы вещей разных много есть, есть двойные этапы там по сенсорной кнопке, но такое у меня это, если честно, вообще никак не прикалывает, мне кажется, даже не фишки. Такое было на телефонах Sony вообще с покон веков, и никто этим никогда не пользовался. А вот вы, ребята, расскажите, вот знаете вы таких людей, которые вот сидят чисто на телефонах Sony, потому что у меня таких людей и таких знакомых полным-полно, ну как полным-полно, человек как 4, наверное, 5, если честно, не больше. Вот, такие люди действительно есть, они просто не хотят и не могут пользоваться ничем, кроме телефонов Sony. Они говорят, что им нравится их встроенный софт, я захожу, смотрю, что у них с софтом, думаю, обычный софт, ну что здесь такого, вот допустим, что в этой программе музыка такого волшебного. Мне, допустим, больше нравится моя Huawei-вская программа. Я пользуюсь телефоном Huawei Mate 20 Pro уже третий год. Да, ну, самая обычная программа для произведения музыки, ну как по мне, да, причем любая из плей-маркетов будет даже немножко понавороченной, как, ну, мне так кажется. Так, Prime Video, что-то вообще от Амазона. Ну, вот эта вот программа, как я говорил, да, она может заменить, наверное, фильмы Pro, и то это не точно. Ну, ну, действительно, как бы нет ничего такого супер, супер, супер крутого. Ну, да, есть такая фишка, типа разделение экрана, если ты нажмешь на иконку, вот тут вот ты будешь удерживать, потом нажмешь разделить экран, можешь выбрать какое-то другое приложение, например, Chrome, и вот так вот на двух экранах сидеть. Ну, да, это удобно, наверное. Ну, на таком длинном дисплее это действительно удобно. Бывает. Если, конечно, более лучшую конфигурацию вы приложение выберете. Но, в принципе, все. Ну, такое есть уже практически на каждом гаджете. Ну, поэтому не знаю. Телефон действительно хороший. Если вы любите Sony, любите качественное, хорошее устройство, без лишних наворотов, это телефон для вас. Он хороший. Звучание здесь хорошее, с динамиков, отличное, с наушников. Камера. Ну, я уже все сказал. Этот телефон достаточно. Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok